Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с компьютерной техникой, а более конкретно с чехлом для SSD диска NVMe на 2 терабайта, который сейчас у вас представлен справа, кеоксия. До этого у меня уже была на канале такая же распаковка, но только фирма была Орико с прозрачным чехлом, ну и в котором тоже установлен SSD NVMe, тоже кеоксия, только на 1 терабайт. А сюда мы будем ставить до 2 терабайт. Данный чехол компании Ugreen представлен, в отличие от предыдущего, здесь он уже в металлическом корпусе. Ну и что из себя представляет, вы наглядно видите на картинке. Сейчас мы его распакуем, посмотрим, что находится внутри. Да, доставка была из Российской Федерации, то есть склад Алиэкспресс находился внутри. Ну и пришло это достаточно быстро, в течение 4-5-7 дней с этого склада. Доставляла мне почта России, поэтому упаковка имеет первозданный вид, в отличие от доставки почты России у нас. А почту России вы скоро уже увидите. Итак, давайте смотреть, что находится внутри, что из себя представляет. Может, из себя представляет чехол такого плана. Здесь описаны основные характеристики, подходят к SATA и NVMe. Сразу же хочу сказать, если вы хотите увидеть данную скорость, то есть 10 Гбит в секунду, то вам понадобится соответствующее соединение через USB. А именно USB 3.0 второго поколения, то есть Gen 2. Если у вас компьютер, либо ноутбук поддерживает только USB 3.0 Gen 1, то вы увидите максимальную скорость до 6 Гбит в секунду. Вот такая вот проблема. У кого есть соответствующие разъемы USB 3.0 Gen 2, то особых проблем вы не увидите. Вот такая стандартная их упаковка, зелено-белая, Ugreen. Здесь написано, то есть основные характеристики. Отводит тепло, достаточно сохранное и стабильный перенос данных. Здесь мы увидели то же самое. Подходит для различных систем, в том числе Windows, Mac OS и Linux. Без проблем. И также подходит для нескольких SSD дисков, то есть имеется в виду размеров. Там 2230, 2242, 2260, 2280. Работает по двум протоколам. NVMe, если вам нужна скорость 10 Гбит в секунду, тогда ищите разъем соответствующий. USB 3.0 Gen 2. Либо 6 до 6 Гбит в секунду, если у вас разъем SATA, то есть USB 3.0 Gen 1. Закрывают они уже по-новому. Раньше было это все в виде пленки. Сейчас они какую-то пленку себе ставят. И здесь вот она присутствует. Так, внутри у нас находятся следующие данные. Сейчас мы все достанем. Так, и здесь еще какая-то бумага присутствует. Сейчас мы тоже представим ваше обозрение. Все, больше в упаковке ничего нет. Сам состоит из трех отсеков. Каждый отсек был заполнен соответствующими вложениями. Итак, вот у нас тут несколько стандартных четыре вложения. Здесь два кабеля, судя по всему. Здесь сам корпус, чехол для SSD NVMe. Ну, а здесь еще есть защита в виде чехольчика, чтобы у вас сберечь непосредственно сам SSD, который находится внутри. Хотя, чего его беречь? Там подвиженных дисков нету. А, скорее всего, ввиду того, что он металлический, то есть сберечь какие-то части уже интерьера, если вдруг что-то упадет. Так, у нас стандартная инструкция по эксплуатации. Сразу хочу оберчить на множественных языках. Но русского, увы, нету. То есть есть английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, японский. Он даже нидерландский есть. Польский и турецкий. Ис-я. Не знаю, что. Ну, как обычно, есть картинки, по которым это все здесь расписано. Ну, и те же характеристики, которые повторяются на упаковке. Дальше еще какая-то инструкция. Ну, это, скорее всего, гарантия. И еще бумажка о том, что здесь у нас представлено. Восстановляемые материалы. То есть никуда их не выкидывать. Можно потом сдать на переработку и переработать данные материалы. Давайте смотреть, что из себя представляет чехол. Так, вот такой он типа. Здесь, по сути, все индикатор. Сюда укладывается сам SSD NVMe. Здесь есть, соответственно, винт для закрепления. Ну, чуть попозже. И здесь, кстати, здесь вот надписи есть. Больше для тебя. Я не знаю, видите, не видите. На грани. Ну, и представлена фирма. Так, здесь интерфейс USB-C. То есть, USB Type-C. Здесь ничего нету. И, судя по всему, пластик сам. Он металлический. Сделан из алюминия. Что есть хорошо. Потому что там вот часть радиатора тоже сделана из алюминия. Все остальное сделано в виде стекла прозрачного. Так, следующее, что присутствует. Это у нас защитный чехол. А внутри еще что-то находится. Ну, я вижу уже. Так, здесь находится, во-первых, отверточка. Для того, чтобы совершить вам необходимые действия. Дальше термопрокладка. Здесь около 2 мм, скорее всего, прокладочка. Дальше есть закрепляющий винт. И есть сам чехол. Так, ну и давайте посмотрим, как это все дело надевается и осуществляется. Так, ну и вот по такому типу располагается внутри. Ну да, чтобы сберечь поверхности. Чтобы у вас не было царапин на мебели. Ну и то, по-моему, подобных вещах. Так называемый бампер. То есть демпфер между двумя какими-то соприкасающимися поверхностями. Ну, один поверхность это непосредственно сам чехол. Ну и вторая поверхность это либо стол, либо еще какие-то другие материалы и предметы. Дальше, что у нас здесь присутствует. Это кабель. В данном случае представлен USB Type-C, USB Type-C. То есть здесь два есть варианта. Здесь двухсторон USB-C. И есть вариант с одной стороны USB-C. А со второй стороны будет стандартный USB-A. Да, здесь вот продемонстрировано. Так, ну и длина, скорее всего, одинаковая. Ну, около 40 сантиметров длина данных кабелей двух. Которые вы будете использовать для подключения, для создания копителей, которые будут находиться внутри этого чехла корпуса. Кстати, давайте посмотрим, как размещается внутри данный чехол, внутри чехла моторика. Но, как видим, он не подходит. Слишком большой и не влазит. Даже если мы снимем, соответственно, чехол с него, то у нас тоже данный чехол сюда не влезет. А нам нужно искать другие варианты. Вот таким моментом. Итак, давайте сейчас мы соберем конструкцию. А именно поставим на место SSD накопитель. Ну и протестируем. Сразу хочу сказать, что скорости будут только для интерфейса подключения USB 3.0 Gen 1. То есть будет до 6 Гбит в секунду. Еще раз повторяю, чтобы увидеть полную скорость 10 Гбит в секунду, то вам понадобится интерфейс подключения USB 3.0 Gen 2. Итак, давайте приступаем к сборке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, осуществим Менциализацию данного SSD накопителя И давайте также Проведем некоторые тесты стандартные С данным SSD накопителем Но еще раз повторяю На интерфейсе USB 3.0 Gen 1 То есть до 6 Гбит в секунду Хотите увидеть максимальное Что может чехол корпус Угрим, то берете интерфейс Подключения USB 3.0 Gen 2 Ну а если хотите увидеть Те скорости, которые заявлены Производителем данного SSD накопителя То установите лучше его непосредственно Внутрь компьютера Если у вас есть соответствующий разъем Либо ноутбука В моем случае можно установить Внутрь MSI JF63 И эти скорости мы увидим Но я туда уже устанавливать не буду Я только воспользуюсь внешним накопителем В виде корпуса чехла Субтитры добавил DimaTorzok 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 Я вам продемонстрировал чехол для SSD накопителя NVMe Компании Ugreen Которая позволяет расположить данный накопитель С наружной стороны Впитывает в себя SSD накопителя NVMe До 4 ТБ Можно внутрь помещать Ну и в результате использовать как быструю флешку Либо как внешний накопитель В виде SSD NVMe Каждый делает свой осознанный выбор Я свой осознанный выбор сделал Информацию предоставил вашему вниманию Выбор как всегда только за вами Всем спасибо за внимание Кому это было полезно Всем удачных покупок распаковок До следующего видео И до свидания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА